Каждый год 15 февраля у памятника Афганский узел десятки сочинцев, ветераны разных войн, родственники погибших, полицейские, военные, школьники. Они собрались, чтобы почтить память солдат, которые исполняли интернациональный долг за пределами России, участников более 30 локальных конфликтов, в их числе афганского. Именно 15 февраля, ровно 30 лет назад, последняя колонна советских войск покинула Афганистан. Мы говорим низкий поклон всем тем, кто сегодня погиб, кто не дожил до сегодняшнего дня. Мы говорим им вечная слава, и они будут жить в нашей памяти, а значит будут живы до тех пор, пока мы будем помнить о них. Афганская война длилась 9 лет. Около миллиона советских солдат прошли через ее огонь. Из Сочи в Афганистан отправились 723 сочинца. 15 выполнили интернациональный долг ценой своей жизни. Один наш земляк по сей день в списках пропавших без вести. С одной стороны боль от потерь, от ран, а с другой стороны вот эта бравада, отвага, желание проявить себя, желание совершить какой-то подвиг, оно все это перемешалось в один такой жуткий коктейль, когда демобилизовывался, просто уезжали со слезами на глазах. Было такое ощущение, что у тебя не было ни до этого жизни, ни будет после этого жизни, что вся жизнь твоя заключалась именно там. И жизнь продолжилась, и большую ее часть многие ветераны-афганцы посвятили патриотическому воспитанию молодежи, сохранению памяти о тех, кто не вернулся домой. То патриотическое воспитание, которым мы занимаемся сейчас, я думаю, что это нужно и всегда было нужно, а их надо именно воспитывать на своем примере. А примеров у нас очень много, геройских людей. В память об участниках всех вооруженных конфликтов в Африке, на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии сочинцы возложили цветы и венки. В надежде на то, что списки тех, кто погиб, сражаясь и защищая свою страну, больше не будут пополняться. Галина Моисеева, Ольга Десятого, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.